И так, всем большой приветик, мои дорогие любимые. Сегодня в этом видео я буду читать ваши истории. Ну что ж, а вот подъехала история. Сразу говорю, знаки припинания не моё. Бывает, дай. Я рассталась с молодым человеком, он долго убивался, бегал, потом резко перестал. И я по пьяни решила ему позвонить, спросить, как дела. Но вдруг он молчит, и всё. Потом перезванивает, а там голос девушки, который говорит, привет, я его новая девушка. Сказать, что я охуела, ничего не сказать. И буквально пару дней назад он бегал, писал, как любит. Потом эту девушку бомбануло. И она написала мне с угрозами, что сольёт мои интимные фото и хом-видео с бывшим. То есть с её нынешним молодым человеком, всем друзьям и знакомым. Я поинтересовалась, откуда она их взяла. Я тоже, мне интересно, с какого фанфика ты взяла эту историю. На что она ответила... Откуда она их взяла? Оказалось, что бывшая попросила её интим-фото. На что она сказала твёрдое нет. И он начал вовсю её уговаривать. Говорит, что вот моя бывшая кидала и разрешала снимать. Хотя я была об этом не в курсе. И даже узнала это после года отношений. Чё-то бред, зай. Ну, она решила его проверить, сказав, мол, покажи её фото и видео. Ну, конечно, вы прям сидели, знаешь, за круглым столом и между друг другом это обсуждали они, да? Ну, типа, или как вот он тебе... Ну, конечно, дорогая. Он тебе потом это взял, такой позвонил и такой её начал эту всю историю, да, объяснять. Если бы это была правда, никакая бы адекватная девушка не стала бы тебя шантажировать фотографиями и видео. Во-вторых, как ты могла не увидеть там камеру, которая стоит? Или что человек странно себя ведёт? Вот, когда человек таким занимается, тем более в крысу нарушает твои личные границы пространства, ты целый год об этом не знала, кого ты обманываешь. Либо ты реально очень недалёкая, либо это из какого-то фанфика. Летом мы поехали с друзьями в какое-то село или посёлок, в старый лагерь от одной организации типа. Восстанавливать его, волонтёрство, благотворительность, поездка на сутки, то есть ночевать там. Естественно, я и мои подруги ничего, по сути, не делали весь день. Ещё с вечера приготовились пить всю ночь. Мы договорились с мальчиками, что мы к ним подойдём, как уйдёт какой-то командир, который следит за порядком вокруг лагеря и внутри него. Ночь. Идём мы к ним уже выпившие и слышим голоса. Спрятались в развалинах. 500 лет ждали, как какой-то уйдёт. Уже забили на это. Решили как можно быстрее вернуться в постель. Начинаем потихоньку уходить. Вышли из здания, окрадёмся, видим фонари, садимся в кусты. И мы сели чуть ли не посередине дороги. К нам идёт какой-то человек. Потом мы понимаем, что это наш куратор, нашей организации Влад. Мы говорим, тихо, тихо, мы тут сикаем. Он такой, о боже, конечно, лучше же ничего не придумаешь. Вышли за 200 метров от корпуса, выпившие, сходить в туалет на дороге. А он ещё говорит, не верю. Мы как выпали. Потом он говорит, типа, идите, я вас прикрою. Куда-то отходят, начинают отвлекать военных, того командира и его товарищей, чтобы мы пробежали мимо. Мы начинаем потихоньку уходить. Тут на нас светят фонариком. Они нас видят, начинают орать, гнаться. И мы как дропанули. В итоге через окно запрыгнули в корпус, притворились спящими. Нас никто и не нашёл. Нам надо было догнаться. И в итоге уже наши мальчики пришли, провели нас к ним на пост. И в итоге мы всю ночь пили водку с этим военным. Несмешная история. Трэш-история. Познакомилась я с мальчиком. Странным образом шла со спортзала. И меня выхватили сумку с формы. Я не стала бежать, потому что ничего ценного там нет, кроме портной спортивной одежды. Но на другом конце улицы через светофор парнишка поймала его. Я догнала вместе. Дали этому несчастному принка под зад и, собственно, познакомились. Он проводил меня до дома и взял номер. Через время начали встречаться. Мальчик оказался в машине, квартире в центре Москвы. В общем, при деньгах. Дарил очень дорогие подарки. Вскоре мне написала его подруга, как думала я. У них были фотки вместе. Она сказала, что он спит с ней. Но я немного опешила, потому что не привыкла контролировать парня и запрещать ему общаться с другими. Спросила у него. Конечно. Всё. Отрицала. Говорил, что даже не знает её. Но! Как он мог её не знать, если у них общие фото? Мы, конечно, разошлись. Он продолжал приезжать ко мне. Как будто ничего не произошло. И он называл меня другими именами. Я не понимала, что происходит. Ну, конечно. Он тебя называет другими именами, дорогая? Ну, уже логично, что тебя не помнят вообще кто ты, что ты. Через неделю таких визитов мне звонит его папа и говорит, что у него шизофрения. Он встречался с двумя девочками, воображая себя богатым, а денег у него, как я поняла, своих нет. Это папы. Он их воровал у него. И во время наших отношений он был не в себе. Я встречалась с одной из его личностей. Сейчас, вспоминая всё это, становится жутко. Сейчас он находится в клинике с тех пор, как мы расстались, а это почти три года. Ой, прям мой бывший. Привет, Женечка. Пишу тебе просто выговориться. Ибо очень грустно. Можешь не читать. Дело в том, что мне 18, скоро 19. У меня никогда не было парня. Только потому, что мне никто особо не нравился. Хотя бы просто внешне. Либо нравился, но это было невзаимно. И вот буквально недавно познакомилась с одним мальчиком. Я оба до симпатичный, хороший, инициативный. Всё как надо. Пошла с ним гулять. Погуляла. Всё супер. Потом снова встретились. Показала его маме. Она сказала, что он похож на того, у кого были всякие кексы. Просила так и передать. Я ему это рассказала. Он посмеялся. Потом уже у меня экзамены начались. Поэтому недели две мы с ним не виделись. И вот вчера договорились. Сходили в кино. А я первый раз в жизни поцеловалась. После кино он проводил меня и сказал, что сегодня тоже пойдём гулять, если у него не появятся планы. Как обычно, пообщались до ночи. Потом я легла спать. А на следующее утро, то есть сегодня, он мне написал, что моя мама была права. И что он не должен был. Что он мальчик, который не может забыть бывшую. И что всё это время притворялся. Пожелал мне найти хорошего, любящего парня. Извинился и везде меня заблокировал. Я написала ему с другого аккаунта. Спросила, серьёзно он? Или у него такие шутки? Он сказал, что серьёзно, извини. И я в ответ пожелала ему удачи. Сказала, я большое спасибо. Потом он меня сблокировал. Сейчас очень грустно. Просто потому, что он действительно мне нравился. И мне казалось, что это взаимно. Он был единственным, в ком я не разочаровывалась за два года знакомства в интернете. И не обязательно это всё читать. Мои хорошие девочки и мальчики, чтобы вот таких вот ситуаций у вас не было, во-первых, нужно общаться с человеком на дистанции. Как бы спокойно общайтесь, узнавайте человека. Не совершайте моих ошибок, не съезжайтесь через три дня знакомства. Не планируйте свадьбу через три месяца знакомства. Не знакомьте с родителями через три месяца знакомства. Потому что я встречалась с тираном, который просто завладел контактами моих друзей. Пытался меня ограничивать с людьми, с которыми я общалась. Ибо они мне не нужны. Потому что человек хотел полностью завладеть моим вниманием, посадить меня в некую клетку. Человек ухаживал, красиво дарил подарки. Ну и просто, к слову сказать, да. И что из этого вышло? Из этого вышло то, что вышло. Вот. Собственно. Поэтому можете наткнуться и на шизофреник, и на психопата, и на кого угодно. Не знакомьтесь еще на сайтах знакомств. Такое вот вам пожелание мое. Там богатеньких не найдете. Там тупенькие, молоденькие. Вот. Ну, такое себе. Это не перспективное отношение. Раньше, может, можно было найти. Сейчас нет. Посмотрела твои мистические истории, Женя. У меня действительно есть история. Как-то раз в детстве мне снилась какая-то нечисть. Меня кто-то тащил с кровати под компьютерный стол. В соседней комнате спала мама. Я пыталась кричать, но голоса не было. Я резко просыпаюсь, слышу из-под стола на 2 секунды этот мерзкий такой, как будто гоблинский смех. Очень противный и страшный. Я в шоке. Бегу, включаю свет в комнате и пытаюсь себя успокоить. Трэш. Не знаю, веришь ты или нет, но я водолею. У каждого знака зодиака есть типа личности. Демон-ангел. Что-то в этом духе. Демон, который присущ моему знаку зодиака, нацелен на то, чтобы информатировать меня. У меня почти всегда кошмар. Большая часть нос бывалась, хоть я этого не понимала. Хоть я это понимала только со временем. Как, например, год назад где-то мне приснёс сон, как я в большом доме захожу в подвал, и там подвали как пещеры. И там горы трупов. И все мужчины вроде как и у меня в носу стоит эта зловония невероятная. Я запомнила этот запах на всю жизнь. В итоге сейчас недавно я была на практике, проводила вскрытие деда и пахло прям как в моём сне. А я до этого трупов вообще не видела, никогда не видела. И такого было много, как вещи сны. Одно из скрипов было ещё, что мне как-то приснёс сон лет 12. Я проснулась, пришла на автоматик к маме, а она ещё не спала. Я просто полу во сне начала биться ей в истерике и говорить про мёртвого мальчика у себя во сне, который звал меня с собой куда-то. И мы были в лесу или на водопадах. В общем, пейзаж природы. Мама еле успокоила меня, уложила спать. В итоге через пару месяцев узнаю, что близкий друг моих друзей скончался, утонул. И очень обидно, что я не могу пользоваться и прочитывать эти сны правильно. Также об ангелах, присущих моему знаку, это именно тот ангел, который независимо от того, какой ты и в каком ты дерьме всегда защитит, как верный пёс. Честно говоря, я очень много раз могла откинуться. Меня три раза чуть машина не сбивала, при том это были очень такие серьёзные ситуации. Как мне трамвай чуть не приехал, потому что я не заметила, что стою на рельсах, думаю, что я уже на тротуарах. Мне кажется, у тебя шизофрения, может, ты чем-то болеешь, дорогая. Смерть своей крови нагадала. О, Боже, полный трэш. Дорогая, мне кажется, у тебя что-то с головой какие-то проблемы, если честно. Я, конечно, не осуждаю, но что-то это всё похоже как в сказке. И это просто же сны. И то, что, скорее всего, ты присмотрела фильмы ужасов и так далее. Если бы это реально было что-то криповое, оно бы за тобой увязалось, и тебе бы это было бы постоянно. Просто постоянно. И когда человек с таким сталкивается, который не занимается ни катаро, ни чем-то ещё, он начинает сходить с ума, как сходила я до того, как начала заниматься картами. И этим обычно люди не делятся, никуда не рассказывают, потому что им просто-напросто стыдно об этом говорить. Страшно, что их не поймут, их упекут куда-то. Ты мне об этом рассказываешь, это, конечно, прикольно, но, если честно, больше похоже на, ну, как ты говоришь, что там, ты учишься на патологоанатома, да. И вот просто тебе приснились трупы, потому что, ну, тебе их надо было на следующий день вскрывать. Ты же знала, что завтра там ты поедешь трупы вскрывать. Вот и всё. И ты приехала. Вам рассказывали просто о том, что это какой-то зловонный запах. У тебя, может быть, когда-нибудь ты просто чувствовала какой-то запах от помойки. Ты могла даже не знать, ты могла идти мимо какой-то помойки, где какой-то там дядька злой. Когда-то кого-то или недавно что-то с этим сделал и, собственно, лежал в помойке человечек, да. И ты просто, воспоминания твои, как бы, решили это в сон всё засунуть. А когда ты утром проснулся, услышала смех, может, ты ещё до конца не вышла из стадии сна. Просто трэш, вот если это реально трэш, если это правда, вы кого-то видите, слышите, то здесь нужно очень чётко понимать, ничем ли вы не больны. Очень важно это понимать. И второй момент, может быть, это кто-то за стенкой. Мне, например, сосед смеётся, реально, знаете, как в фильмах, ужастиках. Вот прямо так он прям «эээээээээээ» Вот так начинает ржать. Я просто потом с ума схожусь, серьёзно. Может, ночью за рэптом «ээээээээээ» А вот так вот я реально это так громко слышно, в особенности, если он на балкон выходит. чешется что-то цветет мне кажется вот и это очень важно понимать что отличать как бы стадии сна от еще не вышло и так далее поэтому вот такое то могла слышать видеть а то что там у кого-то что-то случилось но вещи сны могут быть но их трактовать могут единицы значите просто не да ну просто есть какие-то задатки их не развиваешь и все если ты хочешь правда в этом разбираться тебе нужно это развивать но я вам так скажу вещи сны они не снятся каждый день это очень редкие моменты вот и все это тоже мистическое что-то тебя может быть и что-то там ну такое типа знаете я конечно не обесцениваю ничьи там таланты да но это может быть и просто как бы интуиция твоя так сработала или потому что наш мозг у нас же есть еще подсознанием и наш мозг вообще я не помню процент насколько он не изучен но там большой довольно таки процент и твое подсознание может просто составлять вода какие-то моменты там типа мальчик там постоянно плавал много раз того с ним случались негативные ситуации его спасали но он продолжает ходить там на какую-то речку допустим плавать и вот это все-таки происходит у тебя просто мозг во сне мог твое подсознание все так сопоставить к чему вот это вот собственно и привело что просто во сне тебя реально сработало все так что пандик сошелся что будет вот так потому что мальчик неугомонный не слушать и тогда ему что с мамой обсуждала но что прознал какие-то факты о нем и так далее вот так просто сны это немножко другое это не если что-то вот заниматься там тару магия вот эти вот всякие спиритические сеансы я вам скажу как человек который видел реально крутых чуваков которые с нашими звездами сотрудничают работают вот то я могу сказать что это все происходит не во сне они работают в жизни устраивают вот эти спиритические сеансы и таро свечи ритуалы и так далее это все происходит жизни они во снах так что можешь не переживать возможно у тебя есть какие-то задатки возможно но это до конца не узнать пока ты не начнешь заниматься тем более что вот эти задатки их можно растерять потому что есть определенное количество времени когда ты их можешь еще развить дальше тяжелее чем моложе организм тем проще он развивается тем больше всего впитывает как губка запоминает так далее возможно но все будет нормально все получится поводу рассказа девочки самый первый честно вообще какой-то бред но честное слово какой-то бред не вообще я не поняла правда неправда что-то не поняла я короче вот так вот девчонки мальчишки всех люблю слой пишите свои истории мне на мой аккаунт который будет указан в описании пока что у меня другая страничка пока меня пытаются разблокировать все еще всем пока